Гашение маятника. Бывают случаи, когда зарвавшийся маятник провалить не удается. То есть, не проигнорировать, не уйти от него нельзя. Был у меня приятель, покладистый такой, добродушный, но наделенный неимоверной физической силой. Едем мы с ним как-то поздно вечером в трамвае, а там компания агрессивно настроенных забияк, настоящий деструктивный маятник. Их много, они заодно, подпитывают друг друга своей негативной энергией, и чувствуют полную безнаказанность. Но чтобы набрать еще больше энергии, такой компании как правило требуется постоянно, кого-нибудь задирать, чтобы получить подпитку извне. Они начали приставать к моему приятелю, потому что добродушное и миролюбивое выражение его лица, не внушало никакой опасности. Они и так, и этак пытались его подеть издевками и оскорблениями, но он сидел молча и не отвечал на провокации, то есть пытался провалить маятник. Я тоже не вмешивался, поскольку знал, что ему ничего не грозит, а вот компания очень рискует. Наконец не выдержав, мой приятель направился к выходу, но ему преградил путь самый жадный и обнаглевший приверженец. Тогда мой приятель, загнанный в угол, схватил засранца за шиворот и нанес чудовищный удар. Лицо пострадавшего сразу же превратилось в кашу. Остальные герои остолбенели от удивления и ужаса. Приятель повернулся и схватил следующего, но тот дрожащим голосом замямлил, все, мужик, все, нет. Энергия маятника была мгновенно погашены и приверженцы, шарахаясь и пятясь, вывалились из трамвая. Конечно хорошо тем, кто может за себя постоять. А если нет, что тогда? Если действительно отступать некуда, можно для гашения маятника выкинуть что-нибудь экстраординарное то, чего от вас никто не ждет. Мне рассказывали такой случай. Одного парня, стая отважных приверженцев уличной банды, загнала в угол и собиралась избить. Тогда он подступил к главарю, вытаращился на него безумным взглядом и заявил, тебе что сломать, нос или челюсть. Такая постановка вопроса явно не укладывалась в сценарий, и главарь на мгновение опешил. Тогда парень с нездоровым энтузиазмом воскликнул, а давай я тебе ухо оторву. И всей пятерней вцепился ему в ухо. Тот истошно завопил. Весь спектакль, который привыкла разыгрывать банда, был сорван. У главаря уже и в мыслях не было кого-то бить, у него была одна забота освободить свое ухо. Парня оставили в покое, как психа, зато он избежал расправы. Вот так, если вы попали в ситуацию, где вам известен стандартный сценарий развития событий, сделайте что-нибудь неважно что не укладывающееся в этот сценарий. Маятник будет погашен. Дело в том, что пока вы действуете по сценарию, вы играете в игру маятника, и отдаете свою энергию на его частоте. Но если ваша частота сильно отличается, вы попадаете в диссонанс с маятником, и тем самым сбиваете его с ритма. В то же время, не следует лезть на рожон, если вы имеете дело с маятником, которому нечего терять. Если на вас напали с целью ограбления, лучше сразу отдайте деньги. Некоторые даже специально носят для таких случаев, десяток долларов наличными. Например, если грабитель наркоман или псих, он легко может лишить вас жизни, даже если вы мастер боевых искусств. Поэтому с ним не следует связываться, как и с бешеной собакой. Ваша смерть будет неоправданной и нелепой. В гашении может помочь чувство юмора и воображения. Обратите свое раздражение в игру. Например, вам досаждают толпы людей на улице или в транспорте, которые куда-то спешат и мешают вам. Представьте, что вы в Антарктиде на птичьем базаре. Люди это пингвины, они очень смешно переваливаются, суетятся и копошатся. А вы-то кто? Тоже пингвин. После такой трансформации, люди уже внушают скорее симпатию и любопытство, чем раздражение. Конечно, это может показаться трудным, когда хочется наоборот рвать и метать. В такие моменты труднее всего вспомнить, что это всего лишь маятник домогается вашей энергией, и что подаваться на провокации нельзя. Маятник, подобно вампиру, пользуется своего рода анестезией и вашей привычкой негативно реагировать на раздражитель. Даже сейчас, прочитав эти строки, вы можете через несколько минут отвлечься и раздраженно ответить на нежелательный телефонный звонок. Но если вы поставите себе цель заиметь привычку помнить, у вас со временем выработается иммунитет на провокации маятников. Обратите внимание, когда вы натолкнулись на какое-нибудь досадное обстоятельство и отреагировали раздражением, недовольством, негативными эмоциями, тут же следует продолжение и развитие негативной ситуации в том же духе, или появляются новые неприятности. Так раскачивается маятник. Это вы сами его раскачиваете. Сделайте наоборот, либо не реагируйте никак, либо ответьте совсем противоположной реакцией. Например, вы можете встретить неприятность с наигранным энтузиазмом, или вообще с идиотским восторгом. Это гашение маятника. Вы убедитесь, что продолжение не последует. Как вы помните, привычка негативно реагировать на досадные обстоятельства, является стартовым рычагом механизма захвата маятником, вашей мысленной энергии. Такая привычка поблекнет, если вы будете играть в своеобразную игру, в которой нарочно сделаете следующую подмену, страх уверенность, уныние энтузиазм, негодование равнодушия, раздражение радость. Попробуйте реагировать хотя бы на мелкие неприятности неадекватно. Что вы теряете? Пусть это будет нелепо, зато такой стиль игры, не оставит маятнику никаких шансов. Такой способ потому и кажется нелепым, что маятники нас приучили играть только в выгодные им игры. Попробуйте теперь навязать им свою игру, она вам доставит удовольствие, и вы с удивлением обнаружите, насколько это мощная техника. Принцип здесь один, излучая на чистоте, отличный от резонансной, вы вступаете с маятником в диссонанс, он по отношению к вам гасится и оставляет вас в покое. Есть еще один интересный способ мягкого гашения. Если вам кто-то досаждает, то есть создает для вас проблему, постарайтесь определить, чего не хватает этому человеку, в чем он нуждается. Теперь представьте себе этого человека, имеющего то, чего ему не хватает. Это может быть, здоровье, уверенность, душевный комфорт. Если вдуматься, это три основные вещи, которые нам нужны, чтобы чувствовать себя удовлетворенно. Подумайте, в чем он нуждается в данный момент на самом деле. Допустим на вас накричал начальник. Может он устал, или у него неприятности в семье. Тогда ему нужен душевный комфорт. Представьте себе его, отдыхающим в уютном кресле у телевизора, или у камина, или с удочкой у реки, или в бане с кружкой пива. Вы знаете, что он любит. Может на него надавили вышестоящие чиновники, и он боится ответственности. Тогда ему нужна уверенность. Представьте себе его, уверенно скользящим на горных лыжах, или на спортивной машине, или на вечеринке, когда он в центре внимания. Может у него что-то болит? Представьте себе его веселым и бодрым, купающимся в море, катающимся на велосипеде, играющим в футбол. Конечно лучше представить то, чем он увлекается. Но угадывать не обязательно, пусть это вас не беспокоит. Вполне достаточно представить себе этого человека в ситуации, когда он доволен. Что тут происходит? Вот он появился на вашем горизонте с проблемой для вас. А это может быть и грабитель, в том числе. Отвлекитесь от проблемы, которую он вам несет. Таким образом вы с самого начала, не засунете голову в петлю захвата частоты. Представьте себе этого человека получившим то, в чем он нуждается. Чего хочет грабитель? Поесть, выпить, уколоться. Визуализируйте себе картину, когда этот человек удовлетворен. Если вам это удалось, считайте, что с проблемой покончено. Ведь маятник начал раскачиваться не просто так. Что-то вывело его из равновесия. Он, сознательно или бессознательно, ищет то, что вернет ему равновесие. И вот, энергия ваших мыслей на определенной частоте дает ему это, хоть и косвенным образом. Он сразу сменит агрессию на благосклонность. Что, в это трудно поверить? Проверяйте. Несмотря на то, что эта техника напоминает шаманство, в основе ее лежит принцип гашения маятника. Человек-маятник идет к вам с проблемой, а вы ее удовлетворяете, но не явным образом, а на энергетическом уровне. Вы отдали ему свою энергию, но только самую малую часть, по сравнению с тем, что могли потерять. К тому же сделали доброе дело хоть на время, оказали помощь нуждающемуся. Что интересно, впоследствии он переменит к вам свое отношение на более дружеское. Ему будет невдомек, почему в вашем обществе он чувствует себя комфортно. Пусть это будет ваш маленький секрет. Такую технику можно успешно применять и в случаях, когда вам самим что-то нужно получить от человека, а он озабочен своими проблемами и не расположен вам это дать. Вам нужна подпись чиновника, сначала подкормите его благотворной визуализацией, и он все для вас сделает. Ну и последнее. Как вы думаете, куда девается энергия маятника, которого вы погасили? Она переходит к вам. Вы становитесь сильнее. Если вы справились с проблемой, вы стали сильнее. В следующий раз это для вас уже не проблема. Разве не так? А если вы боретесь с проблемой, вы отдаете энергию маятнику, породившему проблему. Методы провала и гашения маятника известны психологам и психотерапевтам как профессиональные приемы. В этом смысле данные методы не являются ничем, принципиально новым. Зато для человека, незнакомого с приемами практической психологии, эти методы представляют ценность, поскольку дают ясность и понимание того, как и почему работает психологическая защита. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...